Приседаешь. Да. Как это связано? Это связано с тем, что я приседаю в прямом афере 3 часа 30 минут. Так. Срабатываю 26 миллионов рублей. Мы все мотали. 26 миллионов. Каждый раз попадали на место, где ты лежишь. Потом добавляю денег, покупаю Rolls-Rolls и сзади на номерах пишу. Ну да. Ну и все, как бы, что? Вот это значит быть выше. Но это не вся правда. Знаешь, в чем заключается вся правда? Так. Мы заработали, по сути, на ставочниках, которые принимали ставки, присяду или не присяду. Самая главная суть этого мероприятия, для меня лично, заключается не только в том, что я заработал там 26 миллионов рублей. Самое главное заключается в том, что те люди, которые в меня не верили и положили на это огромные бабки, были наказаны. И проиграли, то есть. Но единицы, которые без безумия, с уважением и с верой ко мне относятся, отчаянные люди, которые положили 10 тысяч рублей, возможно, это были бы последние деньги. Кто-то сказали, Давидович, 140 тысяч, 100 тысяч, 1200 раз, присядь. И отдали свои на ставке 10 тысяч рублей. И получили почти полмиллиона рублей. А какой коэффициент был? Я не разбираюсь в этом. Но он был явно в пользу того, что тебя не получили. Ну, конечно, 140 килограмм, 143 килограмма я весил, а я присел 1251 раз. Ты прикинь. И вот эти люди, которые в меня отчаянно верили, они заработали денег. И получается, что всех хейтеров я наказал на бабки, а всех, кто ставили лайки и верили в меня, они заработали. Пусть их было меньше, потому что ситуация просто изряд вон выходящая. Вот именно это, я считаю, нужно быть выше, понимаешь? И это постоянно порождает слухи. А что касается ситуации и с Гордеем, и с приседаниями, что все было спланировано. Вы, значит, коварная организация, которая просто пишет сценарии, а потом хайпово их реализует. Но нет, ты просто такой по жизни, да? От природы, так сказать. Вот просто вот так вот получается, и потом ты вот... Я просто... Но у тебя же нет плана. Почему ты так думаешь? Погоди, ну, в какой-то момент ты сидишь и думаешь, блин, все. Зашибись, короче, там все кругом пишут мне про петушиный поступок, про приседания. Ты думаешь, да класс, все вот прям четко. Как это должно быть? Мы просто сидели на кухне. Говорю, чего там делали в тюрьме? Я говорю, приседали. Говорю, да ладно, сколько ты можешь? Я говорю, ну вот могу там, ну, тысячу могу сейчас. Далай, напи***шь. Я говорю, что пи***шь, камеру включай. Со стороны это выглядит, как будто ты падаешь в штопор, и в последний момент что-то происходит. Капец, удача. И почему так происходит каждый долбанный раз? Ты не понял. Ведь огромное количество людей ждут, когда ты сдохнешь, а ты вообще бессмертный. Ты не дослушал. Ну? Я сначала присел на камеру у себя на балконе. Так, была репетиция. Ты еще раз. Угу. Потом мы просто сели, начали думать, как это перевести в зиму. Сейчас они начнут интерпретировать твое слово «присел на камеру». А как это? Дальше? Ну, пусть, но из мозгов нету. Это интернет. Своих не дашь, пусть приседают. Так, так, так. Потому что они на унитаз приседают каждый вечер. Ничего? Я не спрашиваю. Ну, это, понимаешь, это, ну, это… Дурацкий юмор, короче. Да это не дурацкий, это просто тупые. Мне нравится этот юмор, но они так все шутят. Это люди, у которых мозга вообще нет. Собаки просто лающие, понимаешь? Ну, собак лающих обращает внимание. Газ нажми, поехал. Все. Инвестируй. Gamesport.bet анализирует и предоставляет прогнозы на киберспортивные матчи. Заплатив 1 рубль, ты получишь качественные прогнозы на киберспорт. Чтобы начать, нужен только телефон с интернетом. Быстрый и легкий старт. Вот, что действительно приятно.